Здравствуйте! Тема сегодняшнего нашего занятия Интерференция света от протяжённых источников. Кратко запишу. Интерференция. Ранее мы рассматривали интерференцию от точечного источника, но точечных источников не бывает, поэтому все они имеют какой-то размер, и это влияет на видность картины. Вот сегодня мы и обсудим, как это влияет на то, какую картину мы видим. Источника. Все точки протяжённого источника дают излучение, никак не связанные между собой по фазе. Поэтому отдельные точки протяжённого источника не являются когерентными источниками, и складываются интенсивности картин, которые дают разные точки источника. Рассмотрим, как влияют размеры источника на видность картины. Для этого сначала проделаем небольшое исследование на примере схемы Юнга. Значит, пусть у нас имеется источник. Я уже заранее нарисую, что он имеет некоторые размеры. Затем идёт схема Юнга. Две щели. Этот источник S точку обозначим. И далее находится экран. От центральной точки сейчас нарисую лучи, которые шли как от точечного источника. Сначала через одну щель, которая выступает в качестве источника S1. Нарисую для центрального нулевого максимума, как шёл луч далее. От источника S1 он шёл в точку нулевого максимума. Обозначим её буквой О. Через вторую щель, которая выступает как источник S2, тоже для нулевого максимума идёт луч в точку О. Теперь направим ось Х по экрану, перпендикулярно так, как я нарисовала. И введём ещё одну ось, которая перпендикулярна центральной линии SO и идёт от источника S. Назовём эту ось КСИ. Давайте сместим теперь источник вдоль этой оси КСИ на некоторое расстояние. И рассмотрим какую-то точку, смещённую сначала, просто смещённую на некоторое расстояние. Будем считать, что здесь находится новый точечный источник. Тогда от этого нового источника как будет формироваться картина на экране? Идёт луч сначала на щель, где у нас выступает эта щель как источник S1, и затем идёт в некоторую точку B экрана. Через вторую щель идёт также луч и идёт в ту же самую точку B экрана. Давайте обозначим эту точку A, где находится новый точечный источник. Тогда разность хода двух лучей, которые приходят в точку B, можем записать следующим образом. Разность хода Δ равна... Первый луч, ну, так как здесь нарисован, путь более длинный, я его напишу сначала. АС2 плюс С2Б. Это прошёл луч нижний. И теперь вычтем путь, который прошёл луч верхний. Он прошёл АС1 плюс С1Б. Перегруппируем немножко слагаемые. Тогда можно записать, что это есть. АС2 минус АС1. Плюс С2Б минус С1Б. Вот нам надо вычислить эти разности ходу. Давайте сначала вычислим до щелей, какая набирается разность хода между лучами, потому что они проходят разный путь. Опустим перпендикуляр из точки А на экран со щелями. И здесь поставим какую-нибудь точку С. Тогда из треугольника АС1С мы можем записать треугольник АС1С по теореме Пифагора. Вот это расстояние обозначим Р1. Это расстояние обозначим Р2. Здесь расстояние, которое пройдёт луч С1. Здесь расстояние С2. Значит, по теореме Пифагора пишем Р1 в квадрате равно... Да, надо задать расстояние, которое у нас в схеме Юнга. От источника до экрана со щелями обозначим L большое. От экрана со щелями до экрана, где наблюдается картина, обозначим L малое. Расстояние между щелями пусть будет равно D малое. Ну, как обычно обозначают в схеме Юнга. Тогда С1С будет равно D пополам. Координата этой точки будет КСИ. Здесь 0 оси КСИ мы поставим. Получаем D пополам. R квадрат равно D пополам минус КСИ в квадрате плюс L квадрат. Сразу раскроем скобочки. будет D квадрат на 4 минус D КСИ плюс КСИ квадрат плюс L квадрат. Теперь из треугольника АЦС2. Аналогично запишем. R2 в квадрате будет равно, здесь уже будет D пополам плюс КСИ в квадрате. плюс L квадрат. Тоже раскроем скобочки. D квадрат на 4 плюс D КСИ плюс КСИ квадрат плюс L квадрат. И теперь из этих двух уравнений из нижнего вычтем верхнее, потому что в нижнем на расстоянии R2 больше. Получим R2 в квадрате минус R1 в квадрате равно... Мы видим, что все вот эти слагаемые сократятся, кроме слагаемых D КСИ. Останется 2 D КСИ. Раскладываем разность квадратов, как R2 минус R1 на R2 плюс R1. Поскольку расстояние D значительно меньше, чем L и L обычно бывает в схеме, мы можем приблизительно написать, что R2 плюс R1 – это есть 2L большое. А вот это и есть искомая разность хода лучей, которые набрались до щелей. Обозначим ее дельта с индексом КСИ. И равно это 2D КСИ. Отсюда мы находим, что разность хода дельта КСИ. И теперь точку А совместим с крайней точкой нашего источника. Размер источника введем D большое. Тогда координаты точки А, для точки А будет КСИ, у нас равно D большое пополам. его подставляем сюда. Получаем дельта КСИ равно... Двоечки здесь уходят у нас. D маленькая. КСИ у нас D пополам. И делить на L. Вот чему у нас равна разность хода, которая набирается до щелей. Разность хода, которая набирается после щелей, это S2B минус S1B, вычисляется точно так же аналогично. И мы, собственно, ее вычисляли, когда разбирали схему Юнга для точечных источников. Обозначим вот эту разность хода как дельта с индексом Х. Напишем дельта с индексом Х аналогично. Будет равно D. Здесь уже будет х делить на L маленькая. Ну, а здесь все-таки сохраним еще не для промежуточной точки КСИ. Дельта КСИ – это уже для размера источника D. А для какой-то промежуточной точки будет у нас D КСИ делить на L большое. Тогда разность хода у нас получается равной дельта. Дельта КСИ плюс дельта с индексом Х, который мы обозначили. И будет равна D маленькая. Входят в обе формулы. Здесь у нас будет КСИ делить на L плюс Х, это координата на экране, делить на L маленькая. Теперь, прежде чем приступить к дальнейшим выкладкам, посмотрим, что происходит с нулевым максимумом, когда мы сместили точку А вдоль оси КСИ на некоторое расстояние КСИ. Для нулевого максимума. М равно нулю. Получаем дельта, разность хода между точками, которые туда идут, равно нулю. Приравниваем разность хода нулю. Мы видим, значит, D уже писать не буду. КСИ делить на L плюс х делить на L малое должно быть равно нулю. Откуда у нас получается КСИ делить на L равно минус х делить на L. Посмотрим, что такое КСИ делить на L. Вот это КСИ, это координата точки А. Соединяем с центром, серединой между щелями. Тогда КСИ делить на L, это будет отношение этого к этому. Это тангенс вот этого угла. Обозначим его сначала альфа. Угол альфа. А х делить на L. Х, это координата на экране того места, где находится новый максимум нулевой. Значит, какая-то здесь координата делить на L. Это будет тангенс вот такого угла. Продолжаем линию. Это у нас х. Это L. Тогда вот эта величина КСИ делить на L. Это есть тангенс. Альфа. А х делить на L. Это тангенс вот этого угла. Обозначим его бета. Тангенс бета. Ну, с данным минусом, потому что в другую сторону отчитывается угол. Тангенс бета. И мы видим, что углы альфа и бета таким образом равны друг другу. И отсюда вытекает способ нахождения нового нулевого максимума. Мы соединяем точку А с центром середины между щелями точкой. Продолжаем эту линию до экрана. И в получившейся точке пересечения этой линии с экраном находится новый нулевой максимум О'. Теперь представьте себе, что мы нарисовали вот это смещение для самой верхней точки нашего источника. Если между точкой О, центром источника, и точкой А имеются другие максимумы, то тогда место нулевых максимумов от этих других точек будет между нарисованными. Вот здесь будут находиться максимумы от других точек. Поэтому с другой стороны от нижней половины тоже будут находиться максимумы других точек источника. И вместо одной четкой узкой полосы, как было для точечного источника, мы будем наблюдать уширенную полосу, у которой ширина будет зависеть от размера источника. Если у нас нарисовать следующий максимум, скажем, номером М равное 1, но здесь в данном случае минус 1, сверху плюс 1, то для него будет также для других точек максимума смещаться этот максимум, и займет полоса вот такую ширину приобретет. Далее мы покажем, что ширина полосы для точечного источника и для протяженного источника остается неизменной, поэтому при смещении точки вдоль оси кси вся картина для этих точек смещается как единое целое. Ширина максимума остается неизменной. И теперь можем посмотреть, если у нас вот от крайней точки экрана смещение, которое мы здесь получили, вот смещение нулевого максимума х, таким образом равно, здесь можно дописать, х равно минус л умножить на кси и делить на л большое. Если кси равно д пополам, крайняя точка источника, то х максимальное, на которое сместится максимум, будет равно минус л д пополам л большое. Если вот это смещение, ну для нулевого максимума сделаем, составит половину ширины полосы интерференционной, то есть расстояние от нулевого максимума до первого. От первого максимума сюда тоже придет уширение линии равной половине ширины. У нас вместо чередования максимумов-миниум будет наблюдаться исчезновение картины, размытие. Поэтому можем написать предельный случай для размытия этой картины. Значит, смещение, вот это, которое мы нашли, без минусов же напишу, л д на 2 л большое должно быть равно для пропадания картины половине ширины интерференционного максимума. А ширина интерференционного максимума лямбда для схемы Юнга мы выводили, равна лямбда делить на расстояние d и умноженное на l. Вот эти двоечки сразу уйдут. Подставляем сюда, получаем ld делить на l большое равно лямбда l делить на d маленькое. l, l тоже уходят. И мы получаем условия для предельного размера источника, при котором исчезает картина. d предельное отсюда. d предельное. равно l на лямбда и делить на d маленькое. Значит, когда d размер источника меньше, чем d предельное, картина у нас еще будет наблюдаться, хотя линии будут уширенные. Когда размер источника достигнет предельных размеров, у нас картина исчезнет, и мы уже наблюдать эту картину не будем. Ну, это мы качественно сейчас получили такую оценку. Сейчас точно рассчитаем видность картины. Но прежде я хотела бы на данном рисунке еще немножко показать углы, которые обычно используются. Если мы от края источника проведем в центр линию, вот одна у нас уже есть, и от другого края проведем в центр линию, то вот этот угол обозначается обычно Пси, и он называется угловым размером источника. Я вот здесь запишу. Пси равно d размер источника делить на l. если мы из центра источника проведем линии к щелям, и вот этот угол, который здесь образуется, из центра к щелям, обозначим омега большое, то эта величина омега большое называется апертурой интерференции. То есть это угол, который составляют линии, идущие от центра источника к щелям. И, значит, поскольку, учитывая малые размеры этих углов, можно записать, что это есть отношение d к l. Тогда условия для предельных размеров источника мы можем переписать в несколько другом виде. Значит, у нас d предельная лямбда к ld или условия пропадания. Вот это можно записать как d умножить на d большое делить на лямбда l большое должно быть меньше или равно единице, чтобы картина могла быть видна. Через угловую ширину источника d к l, это есть ψ, запишется это условие d. ψ делить на лямбда должно быть меньше равно единице, или угловой размер источника ψ должен быть меньше или равен лямбда делить на d. Через апертуру интерференции тоже можно записать это условие. Тогда отношение d маленькое к l, это есть апертура интерференции, умножить на d делить на лямбда должно быть меньше или равно единице, для того, чтобы картина была видна. Получаем, что апертура интерференции должна быть меньше или равна, чем лямбда делить на d размер источника. Вот такие соотношения тоже используются для оценки угловых размеров источника или, соответственно, размеров источника, апертура и так далее. Продолжим расчет видности картины для схемы Юнга. Напоминаю, разность хода дельта мы получили, записав ее как разность хода, которая набирается до щелей, плюс разность хода, которая набирается после щелей до экрана. Выделим на участке источника. Вот здесь у нас ось кси идет, здесь 0, точка кси источника и маленький участочек шириной d кси. Будем считать, что это точечный источник и запишем основное уравнение интерференции для излучения, которое в схеме Юнга получается от вот этого маленького источника. Если интенсивность, которую источник дает весь, и нулевое, то тогда d и интенсивность, которую дает маленький кусочек этого источника, будет равно и нулевое делить на d, полный размер источника, и умножить на d кси. Тогда основное уравнение интерференции запишется в виде вклад в... Вот здесь кси простая. Вклад от вот интенсивности картины, полученной от этого участка d и уже для картины, будет равен 2. интенсивность источника и нулевое делить на d, умноженное на единицу, плюс косинус, к волновое число на дельта разность хода. Чтобы всю интенсивность картины на экране вычислить, мы должны просто сложить интенсивности, которые дают разные точки экрана, поскольку эти точки не являются когерентными источниками. Тогда интенсивность и картины на экране, чтобы получить, мы должны взять размер источника, здесь пишем 2, и нулевое делить на d, интеграл от минус d пополам до второго края источника d пополам, от величины 1 плюс косинус k и разность хода записываем как дельта кси плюс дельта х на d кси, которая у нас вот здесь вот присутствует, д д кси. Разложим вот этот косинус k дельта кси плюс дельта х как косинус суммы, косинус альфа плюс бета. Получим, это будет косинус k дельта кси умножить на косинус k дельта х минус синус k дельта кси на синус k дельта х. Заметим, что вот функция, мы будем по кси интегрировать, от кси зависит вот эта величина дельта кси, поэтому синус это нечетная функция, и мы будем брать интеграл в симметричных пределах от нечетной функции, поэтому от этой величины интеграл будет равен нулю, и мы его даже писать не будем. Поэтому в интеграле я сохраняю только первое слагаемое, получаем 2 и нулевое от единицы в пределах это будет d большое делить на d большое даст нам единицу. Плюс интеграл от косинуса вот этого вот, здесь от кси нет зависимости, поэтому этот косинус сразу выносим. Косинус k на дельта х мы ну потом или сразу напишем. Ладно, пока так напишем дельта х. И вот здесь вот дельта кси, которую мы получали, мы получили формулу для этой величины равное кси, умноженное на величину d делить на l большое. Поэтому вот здесь косинус этот равен косинус k умноженное на d делить на l и кси. Будем брать по кси интеграл. Получаем интеграл от косинуса синус. Величина k сразу напишем 2π делить на лямбда. Теперь пишем дельта кси д делить на l кси в пределах от минус д пополам до д пополам и деленное на то, что здесь стоит перекси. 2π д делить на лямбда л большое. Подставляя сюда пределы д пополам и минус д пополам мы видим синус нечетная функция. Здесь получится 2 синуса. Да, и еще д, которое вот здесь было, мы тоже сюда в знаменатель пишем. получаем 2 и нулевое единица плюс косинус распишем здесь k тоже 2π делить на лямбда распишем дельта х как то, что у нас было х x ну, здесь напишем d делить на л вот да, извините и умноженное умноженное на синус вот это выражение 2π d на лямбда l d пополам и таких синусов будет 2 поэтому здесь напишем еще этот синус умноженный на 2 и деленное и деленное на 2 π d d на лямбда l вот эти двоечки у нас уходят вот здесь двоечки тоже уходят и мы видим что у нас получилось синус π d маленькая d большой на лямбда l и здесь π d маленькая это я извините описалась тут 2 раза d большое π d большое на d маленькое на лямбда l то есть то что мы здесь получили есть не что иное как синк функция синка от выражения π d маленькое на d большое делить на лямбда l теперь мы можем посмотреть где будут максимумы полученные интерференционные картины это определяется на экране там где у нас косинус будет равен единице там будут у нас максимумы поэтому мы можем записать значит косинус 2π на лямбда d на l x в максимуме чтобы должен быть равен плюс единице для этого 2π делить на лямбда d делить на l x максимум чтобы косинус был равен единице должно равняться четному числу 2π вот 2π 2π у нас уходят и мы выражаем x максимум как лямбда лямбда делить на dm тогда ширина интерференционной полосы лямбда мы ее обозначаем будет равна это x m плюс 1 координата максимум минус x m мы видим что это есть лямбда l делить на d это такая же самая ширина интерференционной полосы которая была для схемы Юнга нами получена для точечного источника обозначим ее лямбда нулевое то есть как я и говорила раньше вся картина при сдвиге источника вверх относительно центральной линии сдвигается как единое целое не меняется ширина интерференционной полосы вот в тех схемах которые похожи на схему Юнга ну а теперь посмотрим значит чему равновидность этой картины напомню видность это есть отношение и максимум минус и минимум к и максимум плюс и минимум из полученного выражения видно что у нас когда косинус равен плюс единице получается максимум который равен ну два и нулевое единица плюс синк вот этот а минимум получается когда этот косинус равен минус единице минимум равен единице минус синк поэтому подставляя сюда получаем видность а вычитая и складывая соответствующие величины видность функция положительная поэтому здесь пишем модуль это модуль синка функции пи д маленькая д большое делить на лямбда ль нарисуем график как будет выглядеть эта картина синка в зависимости от размера д большой источника ну мы знаем модуль синка уже рисовали в нуле будет у нас синк сам равен единице как замечательный предел синус х делить на х значит будет у нас вот так идти картина потом она обратится в ноль немного опять вырастет опять обратится в ноль и так далее посмотрим когда первый раз обращается видность в ноль вот эта точка здесь считается что картина пропала и это предельный размер источника при котором пропадает интерференционная картина чтобы синк обратился в ноль аргумент синка первый раз должен равняться пи поэтому запишем это пи д маленькое д большое делить на лямбда л равно пи для предельного это чтобы в первый раз было равно нулю отсюда получаем пи и пи у нас сокращается выражение д маленькое на д большое предельное предельный размер делить на лямбда л равно единице и предельный размер источника д предельное равно лямбда л делить на д такое же как мы получали из качественных наших рассуждений что размер источника должен быть равен ширине полосы чтобы картина исчезла это же условие можно из этого условия можно выразить д нулевое которое при котором картина пропадает то есть расстояние между щелями это величина носит название радиус когерентности когда предельный случай когда картина еще видна и исчезает д нулевое будет равно лямбда л делить на д большое радиус когерентности вот эта формула для радиуса когерентности ну и можно сказать когда источник можно считать точечный значит источник точечным называется когда размер источника d значительно меньше чем лямбда l делить на d еще раз нарисую схему где мы вводили понятие апертуры угловых размеров источника вот у нас щели здесь у нас источник протяженный здесь щель s1 s2 чтобы напомнить из центра источника к щелям проводим линии угол между этими линиями называется апертурой интерференции проводим линии от краев источника к центру между щелями вот красные этот угол носит название углового размера источника и еще мы с вами не говорили вот это расстояние между щелями носит название базы интерференции база интерференции иногда в задачах спрашивают непредельный размер источника нужно знать а из каков должен быть размер источника чтобы контраст картины был достаточно хорошим или еще говорят видность была хорошая это условие означает значит хорошая видность хорошая видность что сама видность должна быть больше или равна две третьих видность больше или равна две третьих когда аргумент синка больше меньше пи пополам то есть пи д д большое делить на лямбда л меньше пи пополам отсюда условия хорошей видности у нас получается вот пи у нас уходят д д маленькая на д хорошей видности вот здесь напишу делить на лямбда л меньше или равно одной второй откуда размер источника д при котором видность хорошая д хорошей видности интерференционной картины ну вот про схеме юнга все что мы разобрали теперь переходим к решению других задач так приступим начнем с задачи о бизеркалах френеля задача один пусть пусть имеется бизеркала френеля и некоторый протяженный источник нарисуем бизеркала зеркал это нижнее зеркало верхнее наклонено под некоторым углом небольшим который обозначен фи к нижнему зеркалу и находится на расстоянии а от ребра бизеркал некоторый источник с сначала я нарисую его в виде точечки а потом размеры введем расстояние от источника до ребра бизеркал равно а далее находится экран дальше я его немножко позже нарисую на котором наблюдается интерференционная картина ну не буду подробно рассказывать мы уже строили в бизеркалах фринеля изображение значит надо источник отразить сначала в верхнем зеркале вот на таком же расстоянии получится у нас изображение это источник с1 будет у нас потом отразим в нижнем зеркале это будет источник с2 расстояние между этими источниками мы уже с вами выводили равно 2 а фи воспользуемся этими данными эти два источника выступают как новые источники аналогично схеме юнга и дают картину на экране предельные лучи которые идут от этих источников от верхнего зеркала образовался у нас источник с1 проводим линию через ребро без зеркал до экрана эта линия ограничивает нам область излучения как бы первого источника и от второго источника проводим линию через ребро без зеркал до экрана вот у нас будет область интерференции и на экране мы получаем соответствующую картину в области интерференции теперь сделаем следующее сместим источник с по дуге окружности но напоминаю еще что все точки с1 с2 и с лежат на окружности радиуса а мы об этом говорили когда рассматривали схемы потому что расстояние от ребра без зеркал где находится центр этой окружности до соответствующих источников с с1 с2 одинаково так вот вдоль дуги этой окружности сместим источник с на некоторое расстояние и пусть теперь новый источник находится немножко ниже смещение проведем по часовой стрелке вот это источник с штрих как теперь сместятся изображения с1 и с2 штрих поскольку здесь у нас плоские зеркала плоское зеркало дает изображение прямое такого же размера как сам предмет поэтому просто изображение тоже смещается ну вот можно нарисовать в верхнем зеркале на такое же расстояние сместиться и здесь образуется источник с1 штрих аналогично в нижнем зеркале тоже произойдет такое же смещение изображения образуется источник с2 штрих при этом если мы от с1 штрих через ребро без зеркал линию проведем и дальше ее продолжим до экрана то вот эта точка картины интерференционной обозначим ее цифрой 1 которая была для точного источника не смещенного сместится в точку 1 штрих данные при смещении источника в точку с штрих поскольку еще раз скажу это зеркала у нас плоские то и мы показали с вами что в схеме юнга ширина полос не изменяется при смещении источника а просто перемещается вся картина ширина полосы остается неизменной поэтому по смещению точки 1 в точку 1 штрих мы можем судить о смещении всей интерференционной картины при смещении источника если если у нас теперь между точками с и с штрих находятся другие точки источника то есть источник является протяженным то они дадут свои картины и предельная область этих картин будет находиться между точками 1 и 1 штрих то есть линия у нас на экране интерференционной картины будет уширенная и теперь идея решения данной задачи такая что картина у нас исчезнет когда ширина интерференционной полосы будет равна вот или половина ширины интерференционной полосы лямбда пополам будет равна смещению d пополам всей картины d пополам это половина размера источника d пополам ну и в другую сторону соответственно тоже будет такая же картина вот это идея давайте запишем мы с вами знаем чему равна ширина полосы интерференционной для беззеркал френеля лямбда ну по аналогии со схемой юнга это лямбда d маленькое расстояние между источниками s1 и s2 и l это расстояние от источников этих до экрана ведем расстояние от ребра беззеркал до экрана обозначим буквой b лямбда лямбда у нас у нас равно как видно а плюс b и расстояние я вот здесь уже записала 2а фи теперь посмотрим вот этот угол и этот угол это одно и то же обозначим этот угол бета вот из треугольника o 1'1 1'1 треугольник мы можем написать что 1'1 расстояние равно b ну примерно потому что маленькие углы b на ну вообще говоря тангенс бета потом мы этот тангенс заменим самим углом потому что угол маленький с другой стороны значит из треугольника s1 s штрих o мы позже можем определить тангенс бета он будет равен отношению смещения источника s1 s штрих к расстоянию a s1 s1 штрих к расстоянию a а если мы сместим источник на расстоянии d пополам настолько же сместится и его изображение поэтому это будет d пополам к a и подставляем этот тангенс вот сюда тогда получаем расстояние 1 1 штрих будет равно b на d на 2 а это смещение всей картины интерференционной и теперь по нашему рассуждению если будет равно это величина будет равна лямбда пополам то у нас картина интерференционная исчезнет берем лямбда ширину интерференционной полосы лямбда a плюс b делить двоечка это вот пополам на 2 а фи двоечки уходят у нас и мы получаем соответственно а тоже у нас уходит что предельный размер источника пока картина еще будет видна d предельная равно лямбда а плюс b делить на 2 b фи вот при таком размере источника картина безеркал безеркалов получаем с помощью безеркал френеля исчезает ну здесь очень простая схема была вот идея еще раз говорю что у нас смещение картины всей за счет размеров источника когда когда сместится сместится на край источника от центра на d пополам должно достигнуть половины ширины интерференционной полосы тогда у нас исчезает картина но не всегда так просто выявить собственно где расстояние между источниками и где находятся сами источники и вот сейчас насмотрим задачу 2 где это не так просто сделать и каким способом там мы определяем предельную ширину полосы задача о бипризме пусть у нас имеется бипризма изготовленный из материала с показателем преломления n за но и угол бипризмы это маленький угол эпсилон угол при вершине вот этой бипризмы эпсилон на бипризму падает пучок света параллельный перпендикулярно грани бипризмы нам надо определить известного то что я сказала известна длина волны лямбда известна ширина этой бипризмы H большое и известно расстояние от бипризмы до экрана экран от бипризмы до экрана расстояние будет равно L нам надо определить значит H известно и L предельный угловой размер источника Пси предельная то есть при каком главом размере источника картина у нас исчезнет как поведут себя лучи после прохождения через бипризму известно что бипризма отклоняет луч на небольшой угол Фи который равен Эпсилон на Н минус единица вот идет луч вдоль основания бипризмы отклоняется на небольшой угол идет сюда второй луч который шел возле вершины бипризмы тоже отклоняется тоже идет под углом Фи к направлению которое было до бипризмы к экрану вот эта область которую нам дает верхняя часть бипризмы лучи верхний и нижний параллельны потому что на один и тот же угол Фи произошло отклонение лучей область которая дает нижняя часть тоже здесь отклоняется на тот же самый угол Фи луч и здесь отклоняется тоже параллельный пучок лучей у нас получается вот этот параллельный пучок лучей и мы видим что область интерференции будет там где у нас эти два пучка пересекаются то есть вот обведу ее красной это область интерференции вот здесь наблюдается интерференционная картина поскольку здесь идет параллельный пучок лучей мы не можем указать где находятся источники С1 и С2 как мы делали в схеме Юнга тогда мы делаем применяем такой прием когда мы рассматривали схему Юнга то вот еще раз нарисую источник С1 С2 вторая щель здесь находился у нас сам центральная точка источника и здесь экран так вот если мы проведем через центральную точку источника луч такой чтобы он попал в нулевой максимум через вторую щель проведем луч который тоже попадет в нулевой максимум точку О пусть значит этот источник теперь у нас размерный мы строим лучи если нам удается это сделать строим лучи которые выходили из центральной точки источника и пришли на экран точку нулевого максимума тогда вот это расстояние между тем проводим эти лучи до оптического устройства и расстояние вот между С1 и С2 будет у нас база интерференции то что мы называли база интерференции так же поступим и здесь здесь у нас имеется точка центрального максимума вот точка О поскольку после бипризмы идет параллельный пучок лучей мы точно можем сказать что из точки О луч тоже идет до бипризмы параллельно тем лучам которые идут проводим его ниже тоже идет луч параллельный нижнему лучу вот здесь мы ставим точки 1 и 2 значит если лучи попали в точки 1 и 2 то потом они собрались в точки нулевого максимума поэтому 1 2 может выступать как база интерференции и расстояние между точками 1 2 мы обозначали d маленькая вот этим мы можем воспользоваться для того чтобы решить задачу значит после экрана у нас идет пучок лучей который по размеру составляет половину ширины этой призмы и мы можем написать что да вот этот угол фи это тоже фи обозначим полный угол между этими лучами альфа угол альфа равен 2 фи ну ну а угол фи мы записывали тогда мы можем написать что л ну вот немножко сюда смещусь л приблизительно равно ввиду того что это малое расстояние аж пополам делить на альфа на альфа это вот этот вот угол который мы обозначили полный угол поэтому подставляя сюда угол фи получаем что это есть аж делить на 4 n минус 1 эпсилон условия значит когда пропадает у нас картина нам надо угловой размер источника для пропадания картины найти это условие мы с вами выписывали должна быть должен быть угловой размер источника меньше или равен чем лямбда делить на d значит нам надо теперь определить только d это есть база интерференции ввиду того что все лучи идут у нас параллельно вот этот угол тоже у нас равен альфа и поэтому можем найти расстояние d но еще раз укажу что это есть расстояние между точками 1 и 2 база интерференции примерно как l умноженный на альфа то есть равно аж пополам в результате угловой размер источника пси должен быть меньше или или равен чем лямбда делить на аж пополам то есть 2 лямбда делить на аж вот при таком предельном опишем предельное при таком предельном размере источника картину у нас будет пропадет исчезнет еще раз хочу обратить ваше внимание на вот этот прием когда мы не можем найти положение источников S1 и S2 мы берем из точки нулевого максимума если нам удается ход лучей здесь построить строим ход лучей до оптического устройства которое привело к образованию интерференционной картины и там где эти лучи пересекают вот это вот оптическое устройство находим точки расстояние между которыми равно расстоянию D и эти две точки представляют собой базу интерференции а затем используем те формулы куда входило расстояние D для схемы Юнга те которые мы получали так рассмотрим еще одну задачу немножко другого плана задача следующая пусть у нас известен график зависимости интенсивности и от расстояния х до экрана но я не через ноль вот так вот проведу ось Х и этот график выглядит следующим образом здесь вот рисуем огибающую по закону Синка который себя ведет но мы этого конечно не видим а интенсивность ведет себя следующим образом значит в нуле вот здесь будет нулевой максимум и после этого видно еще после нулевого 5 максимумов но вот я их намечу раз два три четыре пять значит это будет максимум пять а шестой уже пропадает и в другую сторону аналогично раз два три четыре пять и нам известно град градуировочная сетка вот здесь вот интенсивности как которую можно численно указать ну я так нанесу ее условно напишу что у нас вот здесь точка соответствует девяти условным единицам и вот эта точка минимума соответствует одной условной единицы по этому графику нам надо определить первое дельта лямбда разброс длин волн которые излучения и второе определить предельный размер источника д определить размер источника д который был вот при получении этой картины при этом нам известно апертура интерференции дана и известно длина волны лямбда света средняя тоже дано ну первое значит что мы при анализе этой картины замечаем картина исчезла после какого-то числа максимум произошло пропадание или размывание картины вероятно это произошло из-за того что свет был квазимонохроматический а не хроматический смотрим поэтому мы можем использовать формулу что число максимум в которой наблюдать можно с квазимонохроматическим светом до исчезновения картины определяется как лямбда средняя длина на дельта лямбда разброс этих картин откуда дельта лямбда получается равным лямбда делить на м считаем какой у нас максимум исчез значит это первый второй третий четвертый пятый исчез шестой максимум поэтому м равно 6 берем и отсюда заключаем что разброс длин вол дельта лямбда для данного источника есть лямбда делить на 6 теперь как мы определяем размер источника для этого мы исходим из определения видности видность но еще раз запишем и максимум минус и минимум на и максимум интенсивности плюс и минимум и используем те цифры которые я здесь написала в максимуме у нас 9 условных единиц в минимум в минимуме 1 1 1 1 1 здесь тоже 9 плюс 1 получаем 0,8 0,8 а с другой стороны мы получили формулу для видности которая равна модулю синка выражение пи через апертуру антерференции выразим потому что она дала пи умноженное на апертуру антерференции умноженное на размер д источника делить на лямбда вот теперь существуют таблицы которые дают нам значение синк х в зависимости от х мы видим что вот это синк равен 0,8 и отсюда мы можем найти чему равен х а х это у нас аргумент синка пи омег большое д делить на лямбда ну по таблицам заранее я посмотрела это получается 1,13 зная апертуру которая нам дана длину волны лямбда тоже зная мы отсюда находим размер источника д будет равен 1,13 лямбда делить на пи и апертура интерференции вот ответ на второй вопрос значит по графику мы нашли видность использовали выражение для видности таблицы функции синк х нашли д и разброс длин волн тоже нашли по числу максимумов до размытия картины вот на этом мы заканчиваем сегодняшний семинар спасибо спасибо за внимание спасибо следоват подождаться что что не вернет в то что это